Сейчас мы распаковали переднее правое крыло. И, друзья, обратите внимание, что на каждой детали, покажи крупным планом, есть маркировка GBT. Как показывает опыт, если на детали есть такая маркировка, то детали будут отличного качества. Как ни странно, в разных комплектах лежит разное кузовное железо. И следующее видео будет отдельное про качество деталей. Обратите внимание, насколько крутое качество, что нет следов штампа. То есть деталь без заломов. Она визуально близко к качеству Тайваня, хотя это Китай. Сейчас примерим, посмотрим, как выглядит крылышко. И уже вот сейчас подойди, покажи. На прадике в предыдущем ролике я показывал, что ширина крыла была на полсантиметра меньше. Вот сейчас еще ничего не прикручено, но уже видно, что форма правильная. Будем надеяться, что качество всего железа будет намного лучше. Обратите внимание, в каком состоянии кронштейны. Это все сгнило. В комплекте некоторые кронштейны, кстати, идут. Эта часть будет отрезаться. Сейчас дойдет очередь до этого. Все будем показывать, рассказывать. Тут переходники должны быть. Да, да. Покажи, пожалуйста, с этой стороны, что разница. Обратите внимание, да, то есть крыло, насколько выше заводских креплений. Здесь будут идти в комплекте переходные планки, которые позволят закрепить крыло правильно. Здесь отверстие для установки креплений, но здесь мы будем ставить на электрозаклепку. Продолжение следует... мы устанавливали верхние части телевизора это происходит точно так же как на land cruiser 200 только формы телевизора немного другие это предназначено для установки новых фар потому что фары больше и для этого верхняя планка поднимается теперь мы опускаем капот и смотрим что происходит у нас с левым крылом правое крыло по качеству было просто огонь с левым немножко все похуже подадим покажем крупным планом смотрите зазор близкий к правильному но при этом крыло уже налегает на стойку наша задача отрезать и уменьшить этот зазор по капоту нужно рассверливать петли и сдвигать назад то есть этот зазор конечно же уменьшится и в принципе несмотря на то что качество деталей отличный все равно приходится доделывать но самое главное что доделывать не так много как на прадике теперь иди сюда покажем вот такую вещь крышка багажника крышка багажника на данном лексусе покажем крупным планом иди сюда смотреть она в ужасном состоянии она сгнила наша задача ее заменить я изначально подумал что крышка от 2 сотки сюда должна подойти но я ошибался смотрите какой комплект рестайлинга у нас будет ой опускаем крышечку то есть сюда будет устанавливаться новая пластиковая накладка и как я понимаю это не сверху нужно устанавливать а нам придется именно расшивать крышку и внедрять пластик потому что смотрите сейчас я все это дело объясню закрываем крышку покажи в острый угол что здесь ровная плоскость третье плоскость одна что крыла что крышка багажника если мы накладку сверху будем ставить как накладку конечно же у нас будет разная толщина и это будет некрасиво машина будет казаться китайские проще говоря нам нужен близко к оригиналу поэтому крышку будем скрывать и пластиковую накладку внедрять уже чтобы было все заподлицо поэтому работы предстоит все равно очень много что мы сейчас будем делать пойдемте посмотрим кстати вот это оранжевая линейка это как раз таки линейка кузовщика которая показывает в миллиметрах зазор зачем смотреть на глаз если можно сделать профессионально давай снимаем крылышко опаньки вот так выглядят электро заклепки то есть мы приварили зачистили после окрашивания вообще не будет следов установки смотрите еще какая крутая штука вот это в комплекте не было это пришлось покупать отдельно и владельцы лексусов сейчас сразу пойму смотрите это зеркало старого образца а это используя накладку дополнительный поворотник и корпус мы внутренний внутренний скелета оставляем родную зеркало будет полностью стилизована под оригинальное рестайлинговая поэтому очень крутая штука для тех кто не знает стоимость этого зеркала примерно полтинник это еще если повезет 50000 одно зеркало поэтому конечно же ну очень дорогое потому что в нем до хрена всяких опций давай отрезаем теперь конечно же у нас далее идет примерка проверка сколько отрезать сколько добавить походу еще нужно отрезать вот идем дальше отрезать так объясняю что мастер делает мы же не можем приваривать просто металл поэтому нам нужно сперва прихватить пластинку в общем это будет соединительная вот здесь объясню да то есть у нас приварена пластина и на пластине держится 2 ну то есть право чтобы был правильный право в общем ни в коем случае нельзя вот так брать воздухе и приваривать поэтому конечно же это делается через пластину вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вы видите, неоднократно приходится снимать крыло, примерять, подгонять, проверять зазоры Все это сложный и кропотливый труд И я вспомнил еще одну вещь Когда я сегодня звонил представителям У нас в работе ожидается переделка из двухсотки в Land Cruiser 300 И уже комплект рестайлинга оплачен Едет он, точнее он не едет, а будет отправлен напрямую от завода производителя И сегодня выяснилось, что компания ГБТ после китайского нового года Провела улучшение по рестайлингу То есть изначально вот те трехсотки, которые сделаны из двухсоток У них задние фонари, они большие И автомобиль выглядел неестественно, неправильно То есть пропорции фонарей и бамперов были сделаны неправильно В общем, к нам приедет самый новый комплект рестайлинга Который еще в России не будет ни у кого Потому что мы внесли предоплату И этот комплект, в общем, сейчас они изготавливают новую оптику И самый первый комплект приедет именно к нам Поэтому осталось ждать еще, наверное, месяца-полтора Поэтому в работе у нас, скорее всего, будут еще очень много интересных машин Гелик там, возможно, должен приехать Прадик сейчас еще один отправляет Поэтому есть что смотреть Давайте наблюдать дальше, как сложно ставить этот комплект рестайлинга Казалось бы, на первый взгляд все легко и просто А по факту получается уже там раз пять, наверное, это крыло сняли, поставили Подогнули, загнули, отрезали Вот покажи зазор, вот крыло дверь Вот это абсолютно правильный зазор И поэтому сейчас здесь уже Кстати, очень важно, очень важно Закрепить все элементы То есть не просто поставить, а именно закрепить Потому что после того, как ты закрепил Зазор всегда может измениться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok состав и вот после этого капот будет ездить очень долго и не бояться никакой коррозии с внешней стороны у нас эпоксидный грунт порозаполнительный грунт база и лак с внутренней стороны конечно же антикоррозийный состав и вот повторюсь только это может защитить ваш рестайлинг от коррозии по наблюдениям есть машины которые уже ездят более трех лет и на нем нет ни одной ржавчинки поэтому конечно же это все работает наша задача сейчас навесить кузовное железо и приступить к окраске пластиковых деталей и 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 на сегодняшний день автомобиль полностью готов к выдаче и начнем сравнение как он изменился у нас сейчас установлены полностью все новые пыльники причем это полностью такие же как у оригинальной машины а это наш родной смотрите ставим его на то место как он стоял раньше и мы видим что передняя часть автомобиля примерно сантиметров на 25 больше если мы берем от эмблема а если взять вообще от края бампера то почти все 30 сантиметров то есть морда машины стало длиннее первое изменение дальше обратите какая огромная решетка радиатора да как мы помним родная решетка также в два раза меньше и это что касается внешнего вида теперь не считая комплекта рестайлинга проведена огромная работа над внешним видом автомобиля это при темнили эмблему сняли хромированное покрытие молдингов сделали матовый полиуретан поставили защитную сетку также покрыли затемняющим лаком противотуманные фонари установлен обвес супериор здесь стоят оригинальные резиночки подогнаны все зазоры крышка покрашена также в матовый полиуретан кстати обратите покажи что весь скелет капота внутри обработан антикоррозийным составом кстати это на самом деле всегда остается за кадром но вот в Питере и в Москве ни в коем случае нельзя ставить не оригинальные детали без обработки крылья внутренняя часть крыльев также обработана антикоррозийным составом закрываем капот по морде новое лобовое стекло установлены новые крышки зеркал подключены поворотники рейлинги покрашены в черный глянец также сняли хромированное покрытие с ручек черный глянец причем ручки покрашены глянцевым полиуретаном задняя часть автомобиля фонарики затемнили лаком крышка багажника вот здесь отдельная история то есть мы с крышкой багажника мучились больше недели и что у нас вышло на в общем на выходе на задних фонарях сняли хром это пластиковая накладка как мы помним вырезали в оригинальной крышке большие отверстия чтобы эти фонари встали и конечно же внутреннюю часть крышки мы полностью все покрыли антикоррозийным составом вот это у нас датчики положение крышки здесь уже стоит мы видим доводчик и без них он не работает его отписка струили покрасили сейчас он выглядит как новый заменили накладку под номерную здесь также покрыли темным лаком и матовым полиуретаном это была хромированная окантовка покрыли здесь также матовый полиуретан это был никель в общем работы очень и очень много по зазорам мы уже пытались вам показать но если акцентировать внимание то что занимало время смотрите крыло и крышка багажника находятся в одной плоскости сделать это было сложно и нам пришлось можно с фонарями с фонарями тоже долго мучили все это дело подогнали в одну плоскость очень много времени занимают мелочи которые остаются конечно же за кадром вот например по крышке багажника сейчас мы его откроем здесь стоят датчики датчики открывания крышки они были ржавые их пришлось пескоструить и также красить матовым полиуретаном после этого были заменены все крепежные болты потому что они были ржавые что еще здесь можно вспомнить вот эта крышка накладка точнее она пластиковая и как мы помним мы вырезали в железе отверстие для установки фонарей и конечно же для этого после этого вернее нам пришлось внутреннюю часть крышки полностью всю залить антикерозийным составом это likelihood что они может это матери и или